Аня нашлась. Она провалилась в какой-то довоенный бункер, ударилась головой, потеряла сознание и довольно долго там пролежала. Совсем на нее не похоже, но, к счастью, все обошлось. Тем временем на Авроре тоже новости. Полковник приказал мне возвращаться. Аврора. So, let's get back to the Aurora, then. See what Miller wants us to do next. That's the crane. Авrора is this one. You know, to be perfectly honest, I'm not sure I like Anna's character in this game very much. Because when we first met Anna, she was this no-nonsense, badass soldier. Elite soldier, actually, not just a soldier. She was a special forces sniper and all that. And that was pretty cool. But now, I don't know, she's acting kind of like a mom. Like, she's very emotional. She doesn't think rationally. Like, for example, her argument with Miller. She's like, oh, would you abandon me? Would you abandon Artyom? Of course he would. He's a leader. Like, he can't think emotionally about his own man. And if someone needs to be sacrificed to achieve, to accomplish a mission, of course he's gonna have to do that. It's, you know, it's one of the tough decisions you have to make when you're a leader. Like, that was a perfectly valid thing. But Anna was acting like this was some sort of betrayal. Which I think is very unfair of her. I don't know. I'm just not sure I like this Anna. Like, the very emotional, not so rational Anna. She's also, I don't know, kind of clingy. Like, whenever we leave and she greets us, she's like, oh, I was so worried. Thank God you're still alive and you're safe. Which is nice of her, I guess. But, you know, I don't know. Like, we can take care of ourselves. And it's not like... I don't know. I don't even know what I'm saying. Maybe I'm projecting my own biases. Anyway. We're almost at the Aurora. We're here. We're here. We're here. Step on, what's up? мы пойдем назад наверное да куда вы пойдете вас там теперь сожрут святоши эти ну ладно уж сожрут до сих топор не сожрали да он не только из-за места переживает вы его тоже поймите может нам с боем придется прорваться да и прорвемся когда неизвестно что там дальше будет так я пригожусь я ведь лечить могу и про мост я рассказала что опустить можно его да я же ему сказала про вагон в депо мы на нем приехали он удобный специально для долгой поездки готовили дядя артем возьмите нас пожалуйста я буду себя хорошо вести и помогать буду честно честно настена не доставать дядю артема не переживай настена дядя артем с нашим командиром поговорит и все решится я так люблю ухты дядя артем главнее страшного командира с железными ногами тише доченька так нельзя ну нет дядя мельник у нас самый главный но мне не дядя артема он очень уважает да дядя артем я уж и сам за этим вагоном собрался было да куда там пост оккупанты трибунал ну ты в курсе так что вы сани уж постарайтесь на него повлиять как-то вы ведь вытащите нас отсюда заберете заберем конечно не переживайте и Конечно, мы должны их уйти, aside from the fact that they've helped us, и они были очень кооперативные, и они являются силами, и мы должны защитить их, потому что мы солдаты, и мы должны их уйти из-за войны. Она тоже есть важный ассет, она медик, и она может вообще помочь, поэтому это хорошо. Привет. О, Креста здесь. Привет, Артюк. Видишь, как все сразу у вас? Привет. Садись. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать. Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их во вроде втиснем? На ящиках с углем спать? Ну мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой шестилетней. Как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты, Лирус, как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Креста не пущу. Мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А теперь я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами, со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Окей, окей. Но Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем. Это Андрезин и предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная. Зуб даю. Мы с ней почти полмира. Из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из стольких передрях меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь. Слушай, путь не близкий. Че хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Не, не, не. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там неважная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да, я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Да, Миллер правил. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты, и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Ха-ха-ха. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю. Так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артем, тут такое дело. Я для тихоря кое-что сделал. Попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Артем, если что, верстак свободен. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. Спасибо. Не волнуйся. Дядя Артем, дядя Артем, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего мишку, принесите, пожалуйста. А? Я вижу, что я могу сделать. Его демон украл. Летающий. Страшный. А они там живут. Он демонятам своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются. И светятся. Я верю, я верю, я видел их. Но тоже страшные. Немного. Да, я верю, я видел их раньше. В метро. Я не знаю, что это делать. Зана есть что-то сказать? Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила, как следует, за то, что ты меня из того подвала вытащил. Это не проблема. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придёшь и спасёшь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Окей. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Да, хорошо. Артём, ты же к терминалу? Может, князя встретишь у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться шашкой наголо. Ну, ты понял. Удачи, брат. Удачи, брат. Так... Так. Мы здесь. Мы виноватся. Мы пользуемся… Мы виноватся по往 нам. Окей. Я спитаю ручки. До того, чтобы到 джинку. До того… Что это называется? Простно? Простно. 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 Я думаю, что это не будет. Я уверен, что это будет. Так что, все. Все, все, все. Все, все. Все, все. Если мы получим этот ручок. И мы получим этот ручок. И мы получим этот ручок. Ух, мы должны... У нас. если мы получаем эту карьеру, то будет очень комфортно, как бы, как у нас, 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 как у нас. Мы можем спать нормально, и, ну, что мы... Мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре мост караулит. Встретишься с ним получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец. Окей, окей, это где мы были в первом месте. Да, мы не будем так кран. Мы будем жить более комфортно. Да, мы обязательно нужны караулит. И если у нас есть караулит, мы сможем помочь Кача и Астя. У нас дюк. Ооо! Ооо! Присурал мне эту еду. Сиди. Вон, видишь, заправка. Там бандиты. Я так понял, они там святошь ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкупы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у батя раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищаем. В общем, еле сдерживаюсь. Ну, ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы. Как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться, тебе решать. Но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Окей, чувак, спасибо за сейтрап. Отлично. Угу. Я уверен, он пошёл. А, мы не нужно ехать. Я уверен, что он пошёл. Ужалый был. Он пошёл. Игорь. Так, мы не добываем ничего с пральгии. Мы можем переходить. Окей, я думаю, что мы пошли. Какого времени? я думаю, что It's the house he was talking about with the bandits? Maybe we should go check that out. That's a watchman nest, I think. We should steer clear of that. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 И я думаю, что... Я думаю, что у него есть еще один человек. Оно там. Почему я не могу его? Я думаю, что я не могу его. Я не знаю, что он сидит на шерке. Может, я должен получать этого человека. О, шут! Есть еще один человек. Продолжение. Чёрт. Ты видишь меня? Did I get him? There's another guy above me. They have to go upstairs and get him. What him? Oh, shit. That was... It happened again. Sorry, Doug. There's a dude sleeping here. OK. Of course I'm not leaving here. Угу. Вот, возьми ключ, ты так вижу, а тебе там точно что-то пригодится. Thanks, mate. That's very kind of you. Okay, guys, take care. I'm gonna be off. Okay, we should be going now. I think it's this way. Okay, this is pretty cool. Okay. Okay, it was worth helping those dudes. So now maybe we should go towards the terminal. As we originally planned. There's blood. Oh. What? Oh, shit. Are you? Oh, fuck. You motherfucker. Yeah. Do you see what you get? Now you're dead. Was it worth it? Asshole. Okay, so we should be going that way, right? Okay. The dude said that the key opens a door for some kind of... technological item that they don't want to use because it's considered taboo. to them. So... So... That's gonna be... That's probably gonna be very helpful for us. So we should be sure to find the door. What? I hear voices again. Oh, shit. Oh, shit. They saw this. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. You're okay. I don't want to know. Oh, shit. Добавляем все луты. Кто-то еще живет? Я не слышу ничего. Может, все будет очевидно. Мы не знаем это уже. Но мы должны быть очень внимательными. Мы находимся еще один. Окей, это получилось. Окей, там что-ли, здесь нет. Готов, это пquelle. Многоorangей. Някью не самом�енькое, они з 2004 – они кратасы, почему арш пользы 네 архитетны они – атаковать с нами. Субтитры сказали, что они были бандиты. Я не знаю, что они были. Ок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 This place is rather creepy And spooky As Duke said This place is crawling with zombies Humanimals Whatever By the way Yeah, about Duke I acknowledge that In the Russian version His name isn't actually Duke It's Gnash Which means Lord Or something like that It's like a Russian title Or something So In the English version They translate it to Duke And they also actually change his name Because it's actually a Pun Or wordplay In the original His name is Igor Oh shit His name is Igor Nyashev I think And they So they call him Nyashev So In the English version They call him Igor Dukov They named him Igor Dukov And then change it to Duke So yeah I acknowledge that Duke Isn't his actual name Like his Canon name But But Since the subtitles Call him What Since the subtitles Call him Duke I'm gonna call him Duke I think I think It's gonna be Much more You know Practical Dr. I think It's Oh Молодый моллюсков и ракообразных, приводят их в быстрые гибели. Однако мальки сам в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали. И напротив, по темпам роста, превзошли контрольную группу в четыре раза. На пилогические виды рыб вещества, похоже, практически не влияют. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов. Вы знаете, это очень, конечно, очень иронично. Это очень иронично, что фанатикам спрашивают эти фиши, и они любят технологии. Но в реальности, эта фиша, turns out, была создана через технологию. Это кажется, что это какой-то биологический эксперимент или что-то. С다는 отзывается немного, что они любят технологии. что они воспринимают обменивание, создавая технология. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok I was gonna say, did we just kill the fish? But, yeah, we killed the fish. I mean, no, we put it out of its misery or something. This is... Yeah, this is the other place with night vision goggles. So, okay, we've come full circle. We can actually leave now. And it's night again. Wait, it's not night. That's... That's my remaining time. It's afternoon. Okay, so, where are we going now? Oh, yeah, we have to take the... Yeah, forgot. We have to actually take the rail car. Here we go. Okay, so... Смотрите продолжение в следующей серии. В следующей серии. This is what I mean. Why is Ana panicking so much? Yeah, I got it. 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 There's plenty of light. Oh, wait, the tongues. These are the tongues. Didn't Nastya say that she lost a teddy bear around here? Maybe we should go have a look. It's not much of a bother. And we also need to burn some daylight because we would rather go to the terminal under the cover of darkness. So maybe we should wait a little for the sun to go down. Okay. Okay, that was easy. Okay, that was easy. We've got a bunch of stuff. Is there anything to survey from up here? Maybe? No? 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 Я не знаю, где мы находимся. Давайте продолжим. О, я вижу людей. О, да. Хорошо. Hold up, is there a name? Okay, I'm supposedly over a point of interest here, and it's still a question mark, and I don't know why. Поехали. Почему я не могу? Что это? О, это место! О, это место! Так, мы можем... Мы можем... Мы можем здесь. До ночи. Правильно? Это лучший место. Да, да. Мы должны, по чему, ... ...гiterать. ... 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 Wait until nightfall, and then infiltrate the terminal under the cover of darkness. So that's what we should do. Good night!